Здравствуйте дорогие друзья! И по вашим многочисленным просьбам решила снять подробное видео о том, как я выравниваю торты белковым кремом. Выравнивать буду при помощи насадки номер 200. Также еще обязательное условие это выравниваем кремом, который только что приготовили. То есть вот выключили миксер и начинаем сразу выравнивать, потому что крем должен быть еще теплый. Именно вот в этот момент он самый податливый и с ним проще всего работать. Перед тем, как начать выравнивание, а также небольшим количеством кремом вы можете собрать все вот крошки, которые есть на вашем тортике. Я не наношу никакой дополнительный слой, просто собираю крошки либо основным кремом с торта, либо белковым кремом. Тут смотрите сами, как вам будет удобней. Как видно на видео, зубчиками я веду к торту и гладкой стороной к себе. Также, конечно же, наверху мы делаем вот такой небольшой бортик, специально я заострила на этом внимание, для того, чтобы когда мы с вами будем наносить вот этот верхний слой, он мог зацепиться за борта крема, который мы с вами сделали заранее. Также, конечно же, заполняем все вот эти вот пространства, которые вы видите на видео. Их не должно быть, потому что потом в процессе выравнивания они будут оставаться пустотами и вам будет сложнее выравнивать. Поэтому сразу все заполняем, все, все, вот все, что вот как видите, все, все дырочки постарайтесь заполнить, для того, чтобы вам впоследствии было удобно работать. При помощи пулевизатора обрызгиваем наш торт водой и начинаем выравнивание. После того, как я нанесла воду, постоянно стараюсь держать шпатель приблизительно под углом 45 градусов. Много воды наносить не нужно, делайте это достаточно умеренно. И смотрите, чтобы ваш крем не тянулся за шпателем, а шпатель как бы по крему скользил. Это и есть самое главное правило в БЗК. То есть, если крем тянется за шпателем, то, естественно, он будет с тортика сниматься. А нужно именно, чтобы он скользил. Стараюсь всегда работать кремом, который сняла с боков. То есть, при первом выравнивании у нас всегда на шпателе остается крем. И вот этим кремом я стараюсь работать, так как он уже увлажнен водой. Он имеет более нежную структуру, чем основной крем, который мы нанесли с вами на боковинки. И им очень легко заполнять пустоты, дырочки. Теперь будем стараться сделать наш торт как можно более гладким. Для этого наношу немного воды на шпатель и также дополнительно опрыскиваю свой торт. Но опять же, помним, без фанатизма совсем немного. Ну и теперь держим опять же шпатель под углом приблизительно 35 градусов. Уже сделала такой более острый угол. И теперь стараюсь просто разгладить. Все, что не получается разгладить у меня шпателем, я делаю ножом. Вот если вот такие маленькие дырочки, пустоты, прохожусь дополнительно ножиком. Но вы можете, конечно, делать это и любым другим инструментом, который будет вам более удобным. И теперь максимально стараюсь добиться острого края. Но смотрите сами. Если в принципе изначально торт достаточно ровный, то и острый край создать тоже очень легко. Но бывает такое, что долго мучаюсь и могу торт один несчастный много разгонять, смачивать, либо просто выравнивать. Тут смотрите сами, насколько вам хочется, чтобы он был идеальным. Как вы знаете, я люблю делать все по максимуму, но это абсолютно не обязательно. Надеюсь, что данное видео будет вам полезным. И теперь выравнивать торт станет намного легче. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев, буду ждать ваших лайков. Ну и как всегда, если вы были сегодня со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока.